комаржом а геносвале всем любителям старой древней богом забытой игры warcraft под номером 3 с вами бенни вур вот один из таких собственно адептов рубрика best replay сайт goodgame.ru представляет очередной выпуск и сегодня наконец мы дадим вам про уровень как вы этого просили долго умоляли плевались от игры нубов но вот здесь у нас один из игроков фогги а второй дюрасел или какой-то энергетик пока не понятно карта тартл рок фогги играет за эльфа на ближних респах он выпал с андедом ну соответственно не знаю может быть это не тот фогги судя по кривому написанию никнейма наверное нуб какой-то но убедимся убедимся в дальнейшем ходе игры смотрю как обычно в лайве для того чтобы не терять эмоцию улыбаются друг другу игроки все прекрасно андет строит кстати говоря алтарь после склепа значит что дк будет не супер мега фастовой но пока они не знают о том что расположены друг другу вплотную моя хата с краю это не про конкретную игру и про эту конкретную игру в данном случае хаты будут как раз в самом что ни на есть центре вот андет пошел на разведку конец скалитом и сейчас увидит какой эльфа достроился аов и это означает что надо идти гулями и убивать испов убивать колодцы убивать все что у эльфа вообще шевелится на базе так неужели я skype не отключил но надеюсь что не skype этот вконтакте просто уже не хочу ничего отменять так что иногда будет щелкать надеюсь вас не будет сильно злить и надеюсь что тот кто сейчас щелкает почувствует ментально мой гнев и перестанет мне написывать давно здесь дк ничего нового и андет собирается без всяких фендов с гулями судя по всему там вот второе здание строилась нога скорее всего с гулями собирается навестить эльфа на готова его базе во время криппинга эльф ведь так отгораживается алтарем мунвеллом все плотненько для того чтобы гулям сложнее было харасить виспов и собирается взять нейтрального героя эльфы это самое разнообразное в плане опенинга по первому герою раса здесь может быть все что угодно от беста до не знаю до потмы вот все герои из алтаря годятся в качестве первого и половина героев устоверны вплоть до панды у эльфа годятся в качестве первого героя понимаете насколько имбалансная раса а у хумана не возьмешь первым архимага и все и будешь бегать дуракским молотком пытаясь его всем продать дурак с молотком знаете это такой менеджер в магазине ремонта мир ремонта ну андет наконец выдвигается кстати дарка грамотно взята потому что сейчас под скелетами эльф сможет легко отковыриваться от гулей тут андет прифигевает что уже четыре скелета помимо четырех арчей не ожидал такого развития естественно фоге мазь от арчей для того чтобы он понимает что будет заход этот вот ранний с гулями и полностью готов к ним полностью андет пришел с гулями и не словно хлебавши вынужден свое хлебало не наевшийся не экспой не зданиями не инициативы вообще ничем вынужден то хлебало отправлять назад скелетов много вообще дарка на этой карте отличный герой ввиду большого количества зелено-оранжевых точек и легкого накопления скелетов много скелетов дарка полезно ну и скелета направляется уже на харасс один правда развалился не дожил пришел так говорится в родные пенаты скелет пришел нежит пришла харассик нежит и в общем не смог не смог поднять руку на собратьев по жизни точнее по ее отсутствию развалился от горе был бы там орка или хуман я уверен что это еще полчаса харассик да ну а здесь мы продолжаем крепится выпадает нам когти ох для дарки это прекрасный девайс тому так отравленная стрела будет все больше и больше наносить дэмэджи с каждым уровнем так еще и любой предмет на силу и скорость атаки для дарки он шикарно заходит наши воины купили андет закрепив зеленую точку продав телепорт купив перчатки купив смысле выпадает перчатки силы для дк как для героя стренджевика это как раз то что надо усиливать все его коронные компоненты фирменные ну и пытается не дать эльфу сейчас продолжить массе скелетов не дать эльфу прокрепить магазин это ключевая точка сейчас вот голубой мерк он голубой кто он там огр он станет очень важным объектом андет думает что эльф где-то рядом но эльф понятно оставил там разведывательного скелета судя по всему а сам продолжает забирать мелкую точку одну за другой и андет теряет время в отчаянии бежит на базу вторые когти выпадают плюс 12 атаки ударки и представляете как от фокуса будет гури разлетаться но хотя бы телепорт из эльфа выбил но это слишком жестко это имбаланс какой-то они дарку рейнджер к плюс помимо скелетов у нее скелета впоследствии будут уже не очень полезно ввиду дестройеров которые он это появится но у нее есть еще прекрасный прекрасная колдунство под названием сайленс правда тут я понял что и сайленс будет не очень полезен против андета потому что его тоже диспелят стоп а диспелится ли сайленс вот это хороший вопрос я так уверенно ляпнул но в любом случае герои полезны потому что ее кайлом не убьешь и то хорошо great на nature blazing делает эльф и берет вторым кстати вы заметили уже давно тинкера пока тут рассуждал о диспеле о диспеле сайленса блин нет по-моему не диспелятся следование завершено корни диспелятся диспелится естественно крик пит лорда и хэппи часа так играл да беря пит лорда третьим героем с криком потом дестройером ману просто на халяву восстанавливая точнее добавляем сплэша диспеля свой же крик тинкер вторым героем фоги тут развлекается вовсю отличный состав ну к дарк ренджерке эльфы частенько берут вторым героем ногу для того чтобы ну просто сумасшедший фокус получался там плюс еще талонцы которые отнимают армор режет его соответственно получается жуткий фокус но ноги свои минусы конечно надо здесь вот нога зашла бы только так потому что андет но практически не прокачены по героям у него деказ как был там на половину вторым так и остался и на гуса фокусить будет крайне тяжело просто невероятно тяжело но тинкер уже взят поэтому тинкер тоже очень полезно героя совета в лейте от может разводить бесконечно своим заводом плюс сейчас гулям вообще невозможно будет сражаться с эльфом поскольку раба гоблина они они гулей будут разносить в щепки в мелкие малохитовых или взрывать там еще после с детонатором задницы так во время криппинга эльфа снова застает андет как мы видим а вот drain life все правильно судя по всему сайт все таки диспелится потому что drain life это третий невероятно полезный спелл удар к рейнджер ки айкант нова козлакс нового не спокину это непонятно вот короче говоря невероятно тоже полезный спелл который на халяву выкачивает жизнь из рашеского героя то есть это и усиливает фокус и восстанавливает еще хп своему герою так здесь у нас бойня ну да собирается в дестройеров выходить андет а здесь нычка от эльфом понял что ну в общем то андет ничего за первую половину игры скажем так говоря по шахматному в дебюте андет не уравнял и эльф сейчас продолжает давить ставя нычку с большим количеством арчей а что там новое им сделает не так уж нового первого левела это это не то что останавливает арчей тут дуболомы пришли еще солдаты урфина джуса на базу к андету но не того джуса который на гудгейме а другого совсем андет жмется на базе его сейчас будут просто в наглую застраивать на тир-2 вот я не знаю будет добавлять фоги талонцев талонцы бы неплохо зашли еще сюда он по-моему массе торчей сделав им тонны грейдов на все на дальность на точность на бесконечные стрелы и андет планирует отбиваться но вот дестройеры ему здесь не очень помогут выше дисплей то в общем-то и нечего готова совершенно ничего скелета скажете вы но тут они уже не являются главным оружием в армии отлично танкует аовы и под аовами арчи будут сейчас через фокус пробивать плюс еще рыбогоблины выходят на фронт-лайн сражаться и хендов они отлично разбирают ну вот андет начинает терпеть терять три зигурата у него правда к эльф может ката добавить легко что должен был делать андет наверно поняв что там драк рейнджер к он не должен был гонять за эльфом по всей карте а скорее всего крепится койл ноу получает тинкер пытается уйти передают ему поушен и тинкер восстанавливает все хиты гули вбежали в арчи фоги не до контролировать здесь нужно было давно уже отводить арчи сейчас аов на задней линии это плохо сейчас он всех всех арчи здесь растеряет лол лол 1 часа другой гибнут вроде как неплохо все у андета он как-то здесь отковыривается потому что три зигурата еще помогают но тут эльфоги очень недоконтролил здесь дестройера не хватает потому что он бы раздиспелил всех скелетов но я не вижу бойню ее судя по всему она точно строилась я не уследил по моему ее отменили получается да и дестройеров не будет короче говоря у андета еще очень долго очень бесконечно долго не будет дестройеров вот но эльфу эльфа уже работает нычка вы знаете это нападение полезно даже стоит с той точки зрения что эльф разменял бесполезных арчи дав своему экспанду построиться сейчас получает инкам x2 и может вкладываться уже более технологичные юниты вот сейчас еще одна попытка видимо бойню поставить да скорее всего там арчи через фокус обменили готова неужели застраивая до конца будет фоги а неужели он остается на кир-2 неизвестно что у него на мэйне происходит бежит тингер отставленный вовремя ну а буратины потихонечку разваливаются да ну вот для этого был нужен грейт на нейча блайн у него тир-2 он планирует дальше додавливать грейт на нейча блэйсинг не знаю мне конечно здесь андет даже был должен уже не только не столько дестройеров добавлять сколько каты которые помогут отбиваться в глубине базы ну а это неплохая оборона у него стреляют зигураты у него рейнджовая армия которая может фокусить у него дмитрий который под магазином может дать новый бесконечно но правда все это лоу-левельное неужели дыка еще не первого посмотрите дыка судя по всему второй левел а где да аура есть аура есть да все нормально тут хоть дэдпак качает этим пока еще не будет этого делать а оба идут продолжают идти в атаку да кат кат и нужны кат им нужно заказывать андеду прям по срочке по срочке по просрочке дыка на своей земле тележечки тоже не хватает очень сильно вот нужно андеду все это построить но я не понимаю почему они делают может быть ресурсов не хватает не знаю а вы уже вторглись понимаете уже буратины уже дошли до самых передних рубежей родины андетской такой атаки от центов андет вообще не ожидал это взбесились буквально там лес атакует опять лес стреляет или снова лес прет в всеми перечинивает зигурат всеми околитами нужно дозаказывать еще околитов андет просто не успевает все делать одновременно и кат и тележки околитов и перефокусить и заказать вот койл кинул финда падает первый зигурат продолжает давить фоги жестко буратинами как же решил тот момент с отменой бойни судя по всему кант контрол не можешь контролить андет ничего не можешь контролить пишет гг буратины все буквально все превратили в цирк победа фоги продавил продавил деревяшками ну что ж хороший реплей хороший реплей стратегия dark ranger котинки разостройка не самая часто встречающаяся на ладере надеюсь вам понравилось что касается андета то он допустил огромную ошибку бегая за эльфом который крепил дарку но тоже нужно было качать д.к. и соответственно бойню отменили потому что ну смысле бой не отменили это было плохо для андета потому что должен был заказывать тележки должен был заказывать катапульты которые бы издалека расстреливали аовы в общем немножко не хватило мультитаска он не успел все сделать вовремя и эльф его задавил интеллектом какой интеллект просто пришли дуболом и все палками разнесли разворотили эльфы и баланс продолжаем наслаждаться рубрика best replay следующий выпуск как обычно в воскресенье с вами был бы не урса goodgame.ru подписывайтесь на наши каналы на ютюбе на мой и на канал goodgame.ru будем рады видеть вас в лайф эфирах и конечно же пишите комментарии под этим видео пока сво立а тарк но Субтитры создавал DimaTorzok